Лаборатория Фотагра, Северная Осетия. Именно здесь берет свое начало производство семенного картофеля. В каждой пробирке ростки будущих мини-клубней. Это процесс черенкования, получения исходного материала в нужном нам количестве. В каждой пробирке находится микрорастение, которое в зависимости от сорта дает нам от 3 до 8 черенков. В дальнейшем эти микрорастения высаживаются в парники, в защищенные условия для получения мини-клубней. На каждом этапе микрорастения проверяют на наличие вирусов, в том числе и с помощью ПЦР-анализов. На сегодняшний день это самый точный метод тестирования. Картофель, так же как и человек, способен болеть различными болезнями и вирусами. Задача нашей лаборатории определить эти вирусы. Так как если посадить зараженный материал в пределах дачного участка, то потери могут быть не так заметны. Но если сажать это в промышленных масштабах, то потери будут колоссальны. Лаборатория Фотагра начала свою работу в 2012 году. Уникальность заключается в том, что здесь происходят все этапы производства. От исходного материала банка здоровых сортов картофеля до репродукции Элита. Лаборатория оснащена самым современным оборудованием, а специалисты регулярно проходят стажировки в ведущих научных институтах страны и мира. А здесь находится инвитро-коллекция банка здоровых сортов картофеля. В камере создан специальный микроклимат, поддерживаются благоприятные температуры и влажность для благоприятного роста микрорастений. Специальный микроклимат поддерживается и в тепличном комплексе, куда микрорастения попадают после лаборатории. Здесь выращивают мини-клубни. Наш тепличный комплекс включает в себя 52 теплицы общей площадью 2 гектара. Здесь мы производим мини-клубни картофелем различных сортов российской и зарубежной селекции. Мы работаем с крупными компаниями, такими как Фритолей, производство Чипс оф Лейс, компания Белая дача, это производство картофеля фри и картофельных долей. Агрономы Фатагра разработали индивидуальные системы питания и защиты для каждого сорта картофеля. Также в компании ведется активная работа по введению новых сортов. На сегодняшний день у нас есть два сорта, один из них Садон, второй Спринтер. Спринтер будет зарегистрирован в начале 2023 года, внесен в реестр. И на подходе еще два перспективных сорта, которые уже были разосланы на тестируемой площадке и которые уже заинтересовали потенциальных покупателей. Сорт Садон отличается, во-первых, высокой урожайностью, во-вторых, высокими вкусовыми показателями. Так как на сегодняшний день очень мало сортов могут похвастаться и урожайностью, и вкусовыми качествами, то вот задача наших селекционеров была создать такой сорт, который бы пришелся по вкусу, ну, изначально маленькая сеть, а потом уже по всей России. Из теплиц картофель отправляется на поля, которые расположены около селения Верхний Сгид. Здесь выращивают первое полевое поколение. Мы находимся на высоте 2500 метров над уровнем моря. Суровый горный климат позволяет выращивать оригинальный семенной картофель, защищенный от вирусов и бактерий. Уникальные условия высокогория отличаются благоприятным температурным режимом и отсутствием переносчиков различных заболеваний. Это основные факторы, необходимые при семеноводстве картофеля. Это очень важно, что сам материал, он безвирусный, чтобы на следующее поколение, чтобы он больше давал урожая и он был более качественный. В мини-клубни берутся с гизеля, с нашего питомника и выращиваются на питомниках в Высокогорье. Подходящее место для выращивания первого полевого поколения нашли не сразу. Помогло удачное географическое расположение Северной Осетии и разнообразие климатических условий региона. К тому же в республике уже был опыт производства семенного картофеля. Исторически Северная Осетия во времена Советского Союза до развала была основным поставщиком элитного семенного материала картофеля. Мы встали на путь возрождения этого производства семенного материала и даже мы сейчас уже на протяжении 7 лет занимаемся селекцией картофеля. На этих полях и растет сорт собственной селекции компании «Фотагра Садон», который уже успел зарекомендовать себя среди производителей семенного материала. Это наш сорт Садон, который мы сами произвели на «Фотагра». Он отличается очень хорошими вкусовыми качествами, которые отличаются желтой кожурой и белой мякотью. В следующем году этот картофель вновь высадят в горах, чтобы из урожая первого полевого поколения клубней, а также в условиях изоляции от болезней и вредителей, вырастить оригинальный материал супер-супер-элиту. Компания «Фотагра» реализует программу развития семеноводства, которое подразумевает производство семенного картофеля от микрорастений до элитного материала. Эта супер-супер-элита будет передаваться в разные регионы Российской Федерации и даже ближнего зарубежья, где наши партнеры будут выращивать элитный семенной материал под нашим контролем. К 2026 году дальнейшее развитие перспективной программы совместного производства обеспечит ежегодное производство 40 тысяч тонн семенного материала класса «Элита». Это в составе 20% от потребности страны. И для этого у компании «Фотагра» есть все возможности и ресурсы. Преимущество компании «Фотагра» — это, в первую очередь, кадровый потенциал. Вторую — это материально-техническая база. И уникальные, я бы сказал, самые уникальные условия для производства первого полевого поколения и супер-супер-элиты. Это в горной местности, где мы сейчас находимся. Мы находимся на расстоянии более 2000 км от Владикавказа, Ярославская область. Здесь на протяжении нескольких лет выращивают семенной картофель из Северной Осетии. Климатические условия этого региона идеальны для производства суперэлитного и элитного картофеля. Предприятие «Агросфера» расположено неподалеку от Рыбинского водохранилища. Удачное географическое расположение этих полей защищает посадки от вредителей, а потому и урожай здесь богатый. Основная преграда для переносчиков вирусов — это вода. Здесь находится водная гладь Рыбинского хранилища, которую переносчики болезней не могут преодолеть. Поэтому вот эта территория идеально подходит для выращивания здорового семенного картофеля на этой территории. Предприятие «Агросфера» уже 9 лет занимается производством продовольственного и семенного картофеля. Начинали с 16 гектаров. Поначалу фермеры закупали семенной материал из-за границы. Затем решили попробовать картофель российского производства. О своем выборе не пожалели. Получили мы порядка 25 тонн. И на следующий год мы будем уже предлагать компании, элиту, выращенную на полях нашего хозяйства. Но сейчас мы готовим, в том числе, может быть, даже вот вы видите, вот это поле. Оно вот первый год после того, как мы брали кусты. Вот корешки, видите, все здесь. Вот. И мы хотим получить 4 сорта. Это садон, значит, ВР-808, импала и ривейера. Семенной материал «Агросфера» получила от компании «Фотагра» из Северной Осетии. Урожай ярославских фермеров порадовал. Ну, чистые стебли, чистые, да. Практически ни одно патогена тут. Вот только на этом Северке что-то есть. А так подняла система сейчас. Сейчас посмотрим, что-то у нас внизу есть. Фракционность хорошая. Они практически в одной. То есть семенной материал будет идеальный. Ну, вот этот клубень уйдет. А так клубень чистый, смотри, весь все. Резоктинеза нет. И самое главное, что форма соответствует данному сорту. Возродить то, что было утеряно в 90-е, задача непростая. Но главное, что начало положено. Расчищаются от кустарников гектар за гектаром. Вспахиваются поля, земля вновь начинает жить и одаривать человека щедрым урожаем. А это уже Костромская область. Здесь, так же, как и в Ярославской, выращивают семенной картофель из Северной Осетии. Географическое расположение этого региона имеет ряд сложностей для производства продовольственного картофеля. Поэтому в основном выращивают семенной. Хотя Костромская область входит в зону рискованного земледелия для выращивания товарного картофеля, для семенных целей она подходит идеально за счет структуры своей почвы. И мы получаем хороший результат и качество, самое главное, семенного картофеля. Группа компаний «Костромской картофель» возникла в 2005 году. Начинали с 50 гектаров семенного картофеля. Сейчас компания возделывает в 10 раз больше. На сегодняшний день у нас 500 гектаров семенного картофеля. Уже группа компаний. Мы находимся в двух областях – Костромской и Ярославской. Место было выбрано не случайно, потому что по фитосанитарному состоянию, но эти, скажем, более северные области наиболее подходящие. По логистике это тоже очень удобно. Все-таки это не Архангельский еще и не Калининград. То есть доступная логистическая инфраструктура. Это хранилище вмещает около 2500 тонн. Здесь хранится здоровый картофель начальных этапов семеноводства, первого полевого поколения и супер-суперэлита. Несколько сортов представлены компанией «Фотагра». Среди них и сорт выведены северо-остинскими селекционерами «Садон». В условиях санкции появление российских сортов картофеля порадовало фермеров и агрономов. В этом хранилище у нас уже заложен на хранении семенной материал, который мы вырастили на своих полях из материала, полученного от «Фотагра». Здесь вот сорта «Ривьера», «Ривьера» супер-суперэлита, здесь «Ароу» супер-суперэлита. Первое полевое поколение нового интересного сорта «Садон», который, я надеюсь, дальше будет более востребован на российском рынке. И уже также есть «Элита», «Садон», которую «Фотагра» будет предлагать уже своим покупателям в этом сезоне. Сорт не будет уступать, скажем так, наиболее популярным сортам западной селекции, потому что он достаточно пластичный, не боится засухи. И, в принципе, вкусовые качества, я думаю, будут не хуже, чем у сорта «Гала». Надеемся также, что мы в партнерстве с «Фотагра», сорт «Садон» и другие перспективные сорта российской селекции будем расширять производство, будем внедрять, скажем, на нашем рынке. Еще несколько лет назад, чтобы выращивать семенной картофель, предприятие закупало посадочный материал из-за границы, качество которого зачастую оставляло желать лучшего. Но в условиях санкций нашлись надежные российские поставщики. «Импорт бывает не всегда хорошего качества. То есть, бывает и бактериальный, бывает и по вирусам. То есть, показывает нам, что все хорошо, а когда мы проходим здесь анализы, то по факту не все так хорошо, как есть. Поэтому решили лучше закупаться у проверенных поставщиков, где все на месте проверяется, то есть никого не будет обманывать». Сотрудничество двух компаний «Костромской картофель» и «Фотагра» длится уже три года. За это время северо-остинская компания успела зарекомендовать себя надежным поставщиком семенного картофеля. «Мы находимся в поле, где росли сорта компании «Фотагра». Сорта были три сорта. Это был «Садон», «Ароу» и «Ривьера». Сейчас, как видите, мы уже их убрали. Сорта находятся в хранилище, на лечебном периоде. Также хотелось их отметить, отметить тем, что сорта неприхотливые к погодным условиям. То есть сейчас климат меняется у нас, идут меньше осадков, меньше влаги, больше жары. В этом году сорта себя показали очень хорошо, то есть и по качеству, и по урожайности. Сорта пришли к нам чистые от вирусов, это хорошо. Не было ни бактериальных болезней, то есть сорта были чистые по всем категориям, то есть сорта были по ГОСТу. В рамках программы импортозамещения работы у Костромского картофеля «Непаханное поле». Обеспечить страну качественным семенным материалом возможно и без взаимодействия с зарубежными компаниями, убеждены на производстве. Тем более в нынешних условиях спрос на продукцию только растет. А в соседней Вологодской области фермеры решили объединить свои силы и возможности. Чтобы обеспечить страну качественными продуктами, изучить тонкости работы на земле и делиться друг с другом опытом, здесь создали кооператив «Устюжанский картофель». Я работал на тот момент в администрации района, это был 2011 год, и ко мне обратился Виктор Исланович Буров с Василием Николаевичем Соловьевым, как раз с вопросом, что им нужно было помочь как раз решить вопрос от привлечения науки, то есть их немножко организовать. И, как я называю, сбаловства, у нас буквально за 4 месяца мы поняли, что нам надо объединиться с фермерами. И изначально кооператив был создан, у нас было в кооперативе 16 человек. Тут хорошая пошла сотрудничество с администрацией области, нас поддержали. И вот это, чем тот момент был интересен, нужно самим фермерам, они поняли, что им нужно объединиться для того, чтобы ряд вопросов решать с АПШ. Василий Соловьев – один из тех, кто стоял у истока фермерского кооператива. Вместе с единомышленниками легче отстаивать общий интерес, и считает фермер. Сначала выращивали продовольственный картофель, но потом решили перепрофилировать свое производство на семенное. Поняли, что нам надо что-то менять, потому что нужно заниматься семенами картофеля, потому что картофелеводство стало развиваться, и потребность в семенном картофеле выросла. И поэтому мы выбрали направление семеноводства. Сотрудничаем мы с разными европейскими компаниями, институтом имени Лорха, Фатагра, где закупаем мини-клубни, первое полевое поколение. Основным направлением работы хозяйства Василия Соловьева стало производство семенного картофеля. Уже несколько лет Василий Николаевич специализируется именно в этой области. В этом году впервые попробовал посадить сорт Содон, созданный специалистами компании Фатагра. В условиях климата Вологодской области новый сорт проявил себя с лучшей стороны. Содон мы закупили первый год. Он нам очень понравился. Я думаю, что мы дальше продолжать будем его выращивать, потому что у него хорошие потребительские качества, вкусовые качества хорошие. И по вегетации он себя хорошо тоже зарекомендовал. Он хорошо держит фитофтору, устойчив к вирусам, достаточно устойчив, во всяком случае, по нашим наблюдениям. И погодным условиям, которые в этом году сложились, сухая, жаркая погода, ботва у него устояла. Качество нового сорта подтвердили и специалисты Ростельхозцентра. Эта организация выполняет функции государственного контроля. Проводит экспертизу клубни перед посадкой, во время хранения и после сбора урожая. Также агрономы Ростельхозцентра наблюдают за технологическим процессом во время полевых работ. И если необходимо, дают свои рекомендации. Материал поступил очень хороший, замечательный. Вот этот садон, он нам просто нравится. Вот мы уже проверяли и входной материал, и сейчас вот что-то, что мы разрезали, это качество очень хорошее. Вот в Фатагро приходит картофель замечательный, очень хорошего качества. И наша задача Ростельхозцентра, и также и фермеров, это вот это качество довести, чтобы самое хорошее качество было до элиты. Это должна картофель работать пять лет, и мы должны вот к этому приложить все усилия, чтобы вот это все сохранить. Поддержать высокое качество семенного картофеля на пути от мини-клубней до элиты возможно лишь в случае, если материал от поставщиков пришел чистым, незараженным вирусами. Иначе вся трудоемкая работа фермеров будет на смарку. А с такими случаями работники Ростельхозцентра в предыдущие годы уже сталкивались. Если вот мы, например, сделали клубневой анализ, и что-то там нашли, которое не соответствует ГОСТу, картофель мы возвращаем просто обратно. Когда завозили, например, из Голландии, там, например, потом еще какая партия была. В общем, вертали, вертали по рошистой парше. Потом была привезена у нас нематода, это стеблевая, как она считается, клубневой, тоже вертали. Такие партии были. Партии отправляли обратно в Голландию. Договориться с отечественными производителями семян легче и проще, считают фермеры. Вот и Виктор Буров предпочитает иметь дело с российскими поставщиками. Как и Василий Соловьев, в кооперативе «Устюжанский картофель» Виктор Александрович с первого дня. В фермерстве более 30 лет. Производство Виктора Бурова специализируется на семенном картофеле. По словам фермера, найти качественный семенной материал – задача не из простых. Почему начали заменяться семенным материалом? Потому что объехали пол-России в поисках хорошего семенного материала и нигде не могли найти. Тогда решили как раз начинать учиться работать с мини-клубней, чтобы для себя выращивать. Потом дальше, соответственно, уже увеличиваем площадь. И также познакомились именно с фотоагра. Расскажите об этом знакомстве. Первый раз я видел на выставке в Москве. С ними познакомились. Ну, разговор был так, чисто познавательный. А потом мы стали покупать мини-клубные для себя. А дальше уже сейчас заключили контракты на выращивание именно семенного материала для фотоагра. Потому что у нас северо-запад – это длинный световой день. Это меньше нагрузки, допустим, тех же самых переносчиков вирусов. Вот, суровые зимы, когда часть вредителей и сорняков погибает. Так что у нас идеально здесь условия для выращивания картофеля. Сейчас в кооперативе «Устюжанский картофель» состоят 8 фермерских хозяйств. Все они из Вологодской области. Но сотрудничество поддерживается и земледельцами из соседних регионов. Ежегодно на тестовых полях кооператива проходят испытания новые сорта картофеля российских, белорусских и европейских селекций. Мы можем предложить на рынок большие объемы семенного картофеля. Не каждый фермер. Там у одного 10 тонн, у второго 30 тонн. А здесь мы можем уже предложить тысячу тонн разных естественных сортов. Или две тысячи тонн, скажем. Это, в общем-то, достаточно интереснее. И для потребителя, поскольку есть разнообразие сортов и объемы сортов. Вообще вопрос кооперации в сельском хозяйстве во всех направлениях, я считаю, что один из важнейших. Не случайно и сегодня мы сотрудничаем с «Фатагра» совместным производством. Это та же кооперация. Мы совместными усилиями научились выращивать правильно семенной картофель. Дилетантов семеноводства и не может быть по причине, потому что это, ну как в жизни, это начало всего. «Фатагра» – уникальная российская компания, которая занимается производством картофеля от микрорастений до класса элита с применением самых прогрессивных методов семеноводства. Компания обладает лабораториями диагностики и микроклонального размножения, высокотехнологичным тепличным комплексом для производства мини-клубней. Помимо этого, всеобщее признание получили и работы по организации горных питомников оригинального семеноводства картофеля. Чтобы обеспечить внутренний рынок качественным семенным материалом, специалисты «Фатагра» регулярно повышают квалификации, проводят научные исследования, занимаются селекционной работой. Благодаря их ответственному подходу и большому опыту партнеры компании уже оценили преимущества сотрудничества с отечественным производителем. Возродить семеноводство картофеля теперь стало возможным не только в рамках республики, но и всей страны. Продолжение следует...